Высшее образование, знание английского и опыт управления. Все это позволяет принять участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Она нужна, чтобы создать команду, которой предстоит поднимать экономику на местах. Многие навыки мне пригодятся для осуществления своей карьеры. Я не хотела бы сейчас работать на кого-то, я хотела бы свое открыть. Это больше обводило во мне для самой реализации. Главное преимущество президентской программы в том, что обучение обходится намного дешевле. Лишь 34% должен оплатить сам специалист или же компания, его направившая. Остальное – расходы государства. Это реальная возможность повысить квалификацию, тем более, что обучение проходит без отрыва от основной деятельности. Та база, которая дается, она, ну, не передать словами, насколько ценная. И многие моменты можно сразу применять на практике, именно на предприятиях. И некоторые взгляды у меня кардинально поменялись, ну, что касается управления персоналом или, я не знаю, определения эффективности предприятием. Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства в Примории действует уже 16 лет. За это время квалификацию повысили более тысячи специалистов, направленных по квотам. В основном все ученики показывают хорошие результаты. В этом году из 40 специалистов 15 защитили диплом на «Отлично». Люди, которые приходят на эту программу, они очень мотивированы. То есть, действительно, у них есть установка на то, чтобы получить набор знаний, которые им необходимы в жизни. И практически отсева не бывает. Конечно, люди заняты, поэтому кто-то ездит в командировки. Но учебный план, тем не менее, выполняется. В этом году повышением квалификации управленцев занимались только в инженерной школе ДВФУ. А в следующем обучение будет проходить и на базе ВГУЭСа. Дарья Орлова, Платон Волков, Панорама.